Всем привет, друзья! С вами Вадим 2KHouse. Мы играем в Сурвайвл вместе с Никиткой и Серегой. Всех приветствуем! Сейчас будет отлично. Ты играешь? Ну ладно, пойду. За кого? Что? Где? Как сказал, играем с Никиткой в Сурвайвл Хаос. Меня забыл представить. И Сергеем. Вот так вот и меня любят. А какая-то раса необычная у Никитки. Что это за раса? Это какие-то темные дворфы. Сразу Вархаммер какой-то вспоминает. Ну у меня Чаос, Хаос, Хаос, Демон. Ну то есть старая раса у меня получается, к сожалению. Но не всегда же играть за новые расы. Нужны старые, проверенные. О, Никитка, а что у тебя? Чувачки с атакой 7-9. Пацифисты такие. Ага, они типа как огнеметчики супер быстро атакуют. Интересно, интересно. Так, я каким-то образом запушил две стороны, но демоны, видимо, сильны в начале. Но у демонов дороже юниты на 30%. То есть главное не отбиваться юнитами. И плюс 10% стоимости апгрейдов. Вообще, конечно. Какой-то скам. Как мне кажется. Ты меня обманул, оказывается. Ты не сверху, ты справа. Да. Обманывать обманщика это благородное дело. Ну блин, с тобой поспорь. Убивать убийцу нельзя. Убивать убийцу. Так я же не убиваю. Я всего лишь. Я, понимаешь, даю тебе возможность почувствовать себя на месте людей, которым ты постоянно врешь. Да я никому уже не вру, это в прошлом. Это в прошлом. Теперь ты говоришь только правду. А нет. Даша детектора лжи купила, что ли? Или что ты перестал обманывать вдруг? Жизнь такая, влияя так. Происходят всякие события. Понятно. События происходят, это точно. Глянешь, какой-нибудь свой видос какого-нибудь там 2013 года. Думаешь, блин, в другой жизнь не записывали реально. Вообще, пипец. О, у Никитки Грейд на здание уже. А, или подожди, или 25 и так стандартно есть у всех. Я не совсем понимаю, что 25. Ну, у тебя 25, тик был, плюс голд. Да. Не знаю, о чем-то. Ну, я прям домининула с главного здания. Ну, ты делал грейд на здании? Да. А, ну вот, все. Все, раскрыто. Да, и ты сразу зондируешь почву, когда там герои отправляют. Да я героя отправляю, я отправляю, я отправляю. Я из вас самый миролюбивый. А ты так впереди прям сильно. Че надо сделать, чтобы быть впереди? Ну, видимо, я двух людей запушил, они, видимо, с умой, вы поняли юнитов, из-за этого чуть-чуть я впереди. Плюс еще я мид занял, очень жестко. Ну, ладно. Ну, то есть я сделал два... Я сделал супербыстрый грейд на мид, плюс еще сделал два грейда... Три грейда на атаку. А он действует у меня на всех юнитов, кроме магов. То есть, ну, полезный. За счет этого. Ну, плюс высочайший скилл еще. Это мой дополнительный фактор. Мне кажется, мы уже поняли, что в этой карте скилл не нужен. Ты типа нажимаешь кнопку раз в минуту, а в остальное время до нет решаешь. Ну, пока два из двух я выиграю. Ну, посмотрим. Мы разогревались. Просто каждый день сидишь и задрачиваешь эту карту, конечно. Да, да, каждый день. Но я, правда, не играл в нее где-то месяцев восемь. А так до этого каждый день. Так, ну что? Не, ну, 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 миде вообще у меня хорошая пачка. Я еще сделал грейд на армор. Плюс я еще вот сверху захватил плюс один армор. Вообще хорошо. Ну, фиолетовый меня прям подкармливает очень уверенно. Он уже кучу юнитов заспавнил. Ну, правда, ему благо занежить это достаточно дешево выходит. Не, ну, мне прям нравится мид держать без героя. Правда, если, ну, кто-то из моих противников сейчас зашлет героя, возможно, будут проблемы. А, возможно, я просто убью этого героя. Но это не точно. Мне кажется, надо просто на мид отправить своего героя. Пусть он на твоих юнитах кормится. Возможно. Или меня кормят. Тут одно из двух в целом. Я в рефорджете поставил сетку. Ну, то есть, типа, что все хоткеи, они так как в квадратики, так вот, ну, куэр и так далее. Но привыкнуть к этому сложно. Я пытаюсь. А тут сразу и так, и не так. Ну, типа, реперку. Ну, ретройку, да, да. В этой карте, видимо, да, реально здесь сетка по умолчанию устроена. Ну, у меня... Кто-то так похвастался, как бы, сходи сестра действительно нет. Ну, можно же мне похвастаться чуть-чуть, нет? Да, пожалуйста, хвастаться сколько хочешь. Только надо какими-то реальными достижениями хвастаться. Не знаешь, что-то... Какими, давай. Ты как обесценивающий родитель. А есть хоть какие-то свои достижения? Давай похвастаться. Свои достижения? Я делаю great на магов. Сейчас буду. Ну, для последнего времени достижения, типа, там, с ума не сошел. Не знаю. Что, какие тебе еще достижения нужны? Давай ты рассказывай сначала о своих достижениях. Я в прошлом видео все рассказал. Вот посмотрите, и там все есть. А, ты про кодерские соревнования? Ну, да. Ну, слушай, на сплав ходил. Чем не соревнования? Это такое испытание прям воли, силы, смекалки. Смекалки, в смысле? Типа, ты в какой-то особенный момент грибнул веслом, а иначе бы все утонули, что ли? Или чего? В чем-то я смекал. Мы на первой стоянке встали, а у нас там, короче, оказалось, что есть беседка сколоченная и туалет сколоченный. Прям на природе, прикинь. Ну, в смысле, не дырка там в полу, а прям... Ну ладно, дырка в полу, но вокруг нее заколоченный туалет. Стена есть, да? Да, можно хотя бы отдыхать городец. Это достижение, я считаю. Вы на природе видали такое? Ну, не ты же это сколотил. Я нашел достижение. Блин, что такое? У меня три героида и все саппорты. Это нормально вообще? Ну, так они же должны поддерживать войска. Просто обычно есть ассасины, там танки, еще что-то. Что, если честно, я не помню, чтобы настолько легко мид занимал когда-нибудь. Я уже сейчас, Сереге, барак сломаю, вот будет смешно. Да, что-то там сломаю. Блин, реально можешь сломать. Угу. Ну, у меня получается юниты плюс 12% дэмэджа, но они при этом дороже. Но так как я сейчас вообще не спавню юнитов... А почему, ну, воздушные войска работают, не работают второй скилл? Что за прикол? Ну, видимо... Ты второй скилл заюзал? Да. Нифига. А я еще даже базу второго левела не сделал. Можно, конечно, отлететь, здорово. Пец. Ладно. Ну, вот чел, конечно, ошибается. Верхний у него ко мне первый барак. Тем не место в нашем королевстве. Ого. А у него и ко мне первый вроде барак. Ну, то есть, при этом я, во-первых, постоянно держу оба здания нейтральных, получаю с этого деньги. Плюс он еще доспаунивает постоянно. Ну, правда, я, конечно, не получаю денег с его просто Тир-2 юниту. Блин. О, Рено. У тебя Рено какой-то. Рено Логан. Так, надо Тир-2 сделать на всякий случай или не надо? Нет. 699. Ну, сейчас, возможно, ты будешь тащить за счет героя. А, возможно, я просто с пушкой героя с фейфа убью и все. А, блин, а у меня на второго, на Тир-4 юнита у меня этот, второй грейд. Чувак, ты когда-то даже барак не апнул. Вот Серега, гад, вообще настраивает против меня людей. Не стыдно. Ну, ты главный. Подожди, подожди. Ты главная угроза. Я действую абсолютно логично и последовательно. У человека все хорошо. Ты будешь меня хейтить ультами. У него анти-ульта. Он просто в лейте спокойно, неторопливо. Победит. Или нет? Да, что-то тема с героем, видимо, не прокатила. Саппорт что-то не засаппортил. Он сдох, что ли? Нет, ну почти. Офигеть. А что так больно-то? Ну, у меня четвертый барак с пассивкой. На мид четвертый барак? Да. Ну, я смотрю, все хорошо. Я к тебе пробиваюсь, фармлю у тебя. Я и решил. Ладно. Блин, даже не знаю. О, найс. Все, убили. Сколько ты за него получил? 500? Ты что? Ну, за героя где-то 350, по-моему. Ну, ладно. Не так уж много. Так. Ну, надо рано или поздно все-таки делать тир-2, конечно. А то... Ну, во-первых, у меня грейды закончатся. Грейды в башнях я не могу сделать. Но у меня доп-юнитов, насколько я помню, нету. Поэтому, в принципе, и пофиг. Так, ну что, Донетка? Давай. Так. С помощью мармелада Билл смог безнаказанно прогулять школу. Как? Билл или... Как парня зовут? Билл. Но это не важно. Билл. Помнишь, мармелада. Он его съел? Нет. Он его кому-то дал? Да. Он должен был в этот день идти в школу? Да. У него уважительная причина, почему он не пошел в школу? Нет. Так, что я побьюсь, а потом уже решают, что мне кажется, что мне барак на хрен сломаешь. Вполне возможно. А, так и снизу, и что делать? Ну, я, все, я потерял мид и низ. Ты такой слабый, Серега. У тебя четвертый барак ко мне, четвертый барак. Ты у меня четвертый барак на мид. Ну, так а ты пробиваешь все, идешь ко мне. Ну, все, я потерял мид. Ну, офигеть, ты такой сильный, Серега. Сколько нам надо рмакашить? Жесть. Чтобы хоть что-то нормальное получилось. Офигеть, я до сих пор на тир-1 сижу. Очень рискованно, конечно. Да, ладно. Ну, давай, так и бывало, бывали случаи, что люди выигрывали с одним бараком. Нет. Но, обычно у них не был не херпи. Ладно, давай лучше до нитки пока порешаю. Я к чему четвертый барак, а в лоу. Я представляю, у него будут некоторые проблемы, я думаю. Да, раса просто слабая у меня, вот что скажу. А-а-а. Ну, реально, правда, очень слабая. А что у тебя за баф, дебаф? Я взял четвертый левел. Улучшение четвертого левела. Нет, я имею в виду расовый баф. У брони 100 радиуса атаки и 2 брони. А у юнитов 2 армора. А дебафа нет? Минус 5 эвэйджен. А, лоу. Ну, по идее, минус 5 эвэйджен в начале, это не так страшно? Не знаю, короче, бесполезно. Ну, блин, вот меня пропушили с двух сторон. Сейчас, сейчас, такие слова. Ну, что, Серега, остается про мармеладку поговорить тебе. Так, давай еще раз. Билл прогулял школу, используя мармелад. Да, да. Так, он его кому-то дал. Да. Он этого человека знал? Да. Он человеку дал? Да. Это его родственник? Не важно. Как не важно? Ладно. Этот человек из школы? Да. Он учится в школе? Да. Из его класса? Да. Это девочка? Не важно. Гендерные вопросы тут не важны. И так, билл кому-то дал из школы мармелад и за счет этого прогулял в школу. Окей. Надо уже понять, как он прогулял в школу. Думают, что он заболел? Нет. Думают, что он мертв? Нет. Еще нет больше убырительных причин. Либо болеть, либо Уберда. Никита, давай от тебя стратегический вопрос. Ну, не сейчас точно, а то твои юниты постоянно у моего бараха. Я не могу отвлекаться на такие пустяковые мелочи. Что, в смысле, в школу прогуливают? А как он знание получит? Так. Не болеет, не умер. Он на какое-то мероприятие пошел. А бы, неуважительная причина. Нет. Значит, что такое? С помощью мармелада. Мне интересно, насколько у верхнего все плохо. Ну, к нему идет мой четвертый герой, которого я вызвал, чтобы отдефить базу. Так что, наверное, очень плохо. А почему я не могу стату смотреть? После 25 минут, потому что... А, Сирог, ты же писал как-то? Я к ней просто раз в какое-то время пишет, что там скоро у Дэксона. Звука хаоса, там, большой. Это так? А, в смысле, ты писал... Ну, ты ничего не писал? Само, что ли, что? Да, а у тебя такого нет, что ли? Не, ну, я просто думал... Не, обычно пишет все, но после того, как кто-то запросит. Вот тут получается. Мне казалось, короче, ты запрашивал. Я, короче, у меня в последнее время новая страта. Я беру пассивку на четвертого юнита. Причем у него 300 дэмэйджа в 300 АОЕ. Пассивка. И, ну, у моего этого четвертого юнита пассивочного. И я быстро делаю четвертые бараки во все стороны. Очень необычно для меня. То есть на 15-й минуте, на 14-й минуте у меня уже четвертые бараки во все стороны. У тебя вообще все хорошо, судя по тому, что я вижу. Да... Ладно, вернемся к Донетке. Че там Донетке? Он кому-то дал мармелад, он не умер, не болеет. Ты подожжай, а кто-то думает, что он болеет? Да неважно. А он... Давай так, он прогулел школу, он дома остался? Неважно. Важно, это очень важно. Ну, вот так вот, неважно. Пипец, конечно, я просто живу под Никитином бараков. Так, че взять-то? Никита, мне нужна твоя помощь. Ему тоже нужна твоя помощь, а я вот сношу тут. Бля, я ничего даже не смогу прокачать. Бля, че у меня все такое слабое? Ну, какие-то у меня грейды в башнях слабоватые. Блин, Никита, почему только тебе герои пошли, не на миток тебя? Вы такие младцы. Друг друга хейтите, потом я выигрываю автоматически и нормально. Бля... У тела анти-ульта, конечно, это меня немножечко не радует. Реально, все четвертые бараки можно на 14-й минуте сделать и вообще не париться. Я впервые сначала сделал все четвертые бараки, а потом только тир-2 главного здания. Ну, то есть я видел, что я пушу всех, и если мне кто-то будет пушить, ну, я типа успею, если что, сделать. Так, джекернад. Ну, опять-таки, плохо, что нету пассивок на четвертого юнита. Точнее, не пассивок, а грейдов в башнях. Так, так, так. Пличка мне идет, конечно, придется его кем-то покарать. А, ну, кстати, я за расу, за которую Серега играл вчера. Исследование завершено. Нет, я в другой раз был. Такая, такая. Нет, там суккубы были. Так у меня тоже суккубы есть. Нет, я у тебя суккубу, тякил джедена. А я суккуб, второй юнит. Я вот смотрю, сейчас не вижу суккубы. А, есть суккубы, предатель кем-то. Да, ладно, ладно, мармелад. Да, мармелад. Важно в виде чего мармелад. Ну, мишки там. Да, в целом, да. Ладно, это мишки. Нет. Это глаза? Нет. Это что-то типа из уносов. Нет. Это мармеладный пистолет какой-то был. Как из тюрьмы. Нет. А почему у них какие-то танки с головой быка впереди? Никого это, кроме меня, не волнует? А он единственный, кто прогулял школу? Да неважно. Ну, как, если это мармеладный макет бомбы какой-то? Мармеладный. Ну, это типичная история, в целом, да, мармеладная бомба. Вообще, как звучит? Я бы глуп в какой-нибудь музыкальном так назвал. Ну, вот вы подумайте по поводу прогула школы. Он дома остался? Ну, ты уже спрашивал, неважно. Нет, ну, по поводу прогула школы. Какие есть варианты? Что типа, либо тебя как-то отмечают в классе, типа там, Вася, подними руку, либо как-то более глобальная штука. Ну, в итоге его отметили, что он якобы тут? Да. Типа, его друг сказал, сказали типа, Вася тут, или как его там зовут? Он такой, да, тут, и все, да? Не, я же говорю, что есть перекличка, возможно, возможно, перекличка, А, возможно, что-то... Ааа, лагает! Аааа! Бам! Я потерял свой портас. А ко мне жука вызвали, блин, а жук сильный, по-моему. Да блин, и Никита сзади пришел со своим героем. Да Никита и меня пушит, мне вообще не нравится эта ситуация. Да у тебя все бараки целые, вообще-то переживать нечего. Я так понял, что вызывать вампира не лучшая тема, да? Когда я вам должен танковать, он превращается в летучих мышей. Да, да, вампиры не вызывают. Ну все, короче, я сдох. А нет, я еще живу, я еще живу. А что, подлагивает, да? Так, не лагай, жулик, не лагай. Так, что, армор, наверное, делаем? И что там за подсказку говорил? Ну типа, можно опрашивать в классе, в рамках класса, типа, кто здесь там листочек посылать, я не знаю. Не поехали на экскурсию какую-то? Классный. Ну нет. Ну мероприятие какое-то было. Нет. Да что-то лагает-то, отпусти, игра. Жулик, не берусь, все, я сдох. Не, обычный день, обычные дни даже. Ну, значит, еще раз говорю, что можно отмечать отсутствующих в рамках класса. А можно в рамках школы, что ли? Через что-нибудь такое. Что-нибудь. Пропуск какой-нибудь, который ты пробиваешь. Ну, слегка, слегка. Ну вот, типа-типа, только не карточку. Ну, все, электронный пропуск. Ну, мармеладка как может помочь? Мармеладный пропуск. Да? Именно это я и имел в виду. Да, блин, я не знаю, как мармеладка. Ну, типа, ты даешь мармеладку другую, говоришь, типа, проведи за меня карточку. Нет, нет, нет. Так я же говорю, не карточка. Ну, что там, бейджик. Нет. Ну, короче, говорю, ответ, видимо, да? Мармеладный браслет. Нет. Знаешь, как эти браслеты такие, эти сахарные, такие, эти аскорбиновые браслеты, которые можно есть съедобные? У них практически все съедобные. Типа, ты либо пошел в школу, либо позавтракал, или что? Ну, знаешь, как, типа, есть трусы такие съедобные, браслеты. Да в детстве такие были. Ну, трусов, конечно, не было в детстве. Серега, у тебя было тяжелое детство. Ну, блин, только скажи, что ты первый раз слышишь про съедобные трусы. Ну, в детстве, по крайней мере, я о них ничего не слышал, Серега. У тебя было очень такое детство. Правильно, да? Ну, ты ничего жизни не знал, не нюхал жизни. Не нюхал съедобные трусы. Ну, давай, давай ответ, короче. Да ответ, что, что у них стояли турникеты с отпечатками пальцев. И он в мармеладку догадался свой отпечаток пальца, и вдруг прикладывал эту мармеладку и прокатывал. Блин, хрень какая-то. Вообще. Вы не одобряете, да? Нормальный загадок. Да в смысле прекрасные донетки. Ну, я забыл, да нормальные, но это все как-то. Да мы все уже донетки, которые есть в интернете, все уже разгадали. Понимаешь, в чем фишка? Поэтому приходится придумывать уже какие-то... Ну, давай, стоит дуб, а в нем 12 гнезд. В каждом гнезде по 4 яйца. В каждом яйце по 7 цыпленков. Че-то такое? Это донетка такая. Это загадка в виде стежка, которая 97 лет. 97 лет? Ну, чуть меньше, чем тебе. Блин. Блин. Чего с ней? Стоит дуб. В нем 12 гнезд. В каждом гнезде по 4 яйца. В каждом яйце по 7 цыпленков. Ну, это типа, что ли, недели, вот это всякое такое, не? Ну, да. Ладно, сколько тищ. Согласен. Так что тема с мармеладным пропуском не такая уж и не очень. Такие игры додрогие. Я найду что-нибудь более подходящее по теме. Давай. Я написал загадки PowerCraft 3, твое видео в супер первое выскажу. Ой, я помню, как сидел в Болгарии и придумывал загадки. Какие-то демоны вообще сильные. Но тема в том, что я против андедов. А я вот, если честно, не помню. Я помню, что играл за андедов и запомнил, ну, давно, еще года 3 назад, и запомнил какую-то тему, связанную с Лейтом. То ли они имба в лейте, то ли они юзлис в лейте. Вот проблема в том, что я не запомнил подробности. Только запомнил эмоцию. Да боже ж ты мой. И этот еще пришел. А я с меда еще к тебе хожу? Воу. Блин, ну проблема в том, что чел может меня как-то пушнуть. Выйти в ульту. Надеюсь. А то вообще как-то нечестно. Почему ничего? То случайно у Сереги, кто мне, два героя, приходит. Хе-хе. А ты вроде от них и отбился что-то. Да. Даже не потерял ничего. Ты с такой грустью какой-то в голосе это говоришь. Да, ты должен порадоваться за человека, а ты, Серега, такой и должен ничего не потерял. Ты надеялся снести товарища. Типа, я умер на двадцатую минуту, чем я радоваться. Его в гости звал недавно. А сейчас уже. Мое приглашение уже не имеет силы. Истекло. После того, как ты засидел первым, да, уже в третью игру подряд, ты уже недоволен. Ну, как-то ты сразу знаешь, со временем понимаешь, что человек-то не сгнецой такой. Человек-то не тот. Ай, матушка. Дрейни ману учила. А если грейд сделать во время дрейна, то он пропадет? Интересно. Да. Да, боже ж ты мой. А так, какой-то трэш. А у тебя чуть не хватило манны, чтобы вызвать челика или чё? Какого челика? Ну, четвертого героя. А, денег хватило. Блин, чел, отбился от моего героя, гад. Мне кажется, нам какие-то челлендж делать. Просто так играть не интересно. Челлендж, Серега, продержаться 20 минут, как тебе такое? Слушай, ну, грейд, например, господи, грейд, челлендж, например, не апать, четвертый барак на мид или там. Вообще не апать барак. Играть с закрытыми глазами. Есть такое. Там чё, кувы, е, э, э, рандомно нажимаешь. Блин, чел, ка мне два героя идёт. Или один. Так, ну ты как-нибудь это переживёшь, Вадим. Ну, наверное, да. Я к тебе верю. Ну, я манна стил, у меня манна-то уж чего-чего, а манна будет до черта. Единственное, только я не понимаю, реально я грейдом собью или не собью вот эту всю ситуацию. По мне ультой жахнет, вот единственное, что меня расстраивает. Надо было, может, защиту брать. Ты что, просто взял скилл манна высасывания? Зачем? Да просто, ну, чтобы у противника высасывать манна. Ну, у него анти-ульта. А, он у меня теперь высасывает, лол. Ну, бас, ну так это хорошо. Я-то думал, он меня ультой жахнет. То есть, он взял анти-ульту, получается, что я по нему, я не смогу его пробить ультой. Но, получается, тем, что он не взял ульту, он уравнял наши шансы. Да, что-то парень это... Ну, это ошибка большая, да. Блин, 100 голды макс стоит, пипец вообще. Так, надеюсь, мой чел тут справится, вообще нет. Ну, что-то хоза его пробивает. А, ну нет, там уже герой почти сдох рожеский. Так, надо, короче, под конец своего монастила. Лол, у нас двойной канал с челом. Очень полезный из пылы. Можно было просто не брать и ты. Хоть, да, блин, не успел скилл докачаться. Я тебе голду даю, не хитка. Ну, я сейчас постараюсь тоже тебе. Без процента и кредит. Так, давай, давай. Ну, есть эти донетки, по-моему, я ее заказывал в видео, но она такая, прямо именно из донетки взятая, непридуманная кратой. Ну, давай. Профессор не хотел принимать работу у студента. Студент, да вы знаете, кто я, профессор? Не знаю и знать не хочу, и не пытайтесь меня запугать. А потом профессор все же принял работу. Почему? Давай еще раз. Я пока слушал первое предложение, уже все упрямил. Профессор не хотел принимать работу у студента. Студент, да вы знаете, кто я, профессор? Не знаю и знать не хочу, и не пытайтесь меня запугать. А потом профессор все же принял работу. Почему? Что там, студент перемешал все бумажки с экзаменами, и студент это теперь не знал, кто он. Студент не знал, кто он? Ну, смотри, это. Да я это видео такое, мне кажется, смотрел на ютюбе. Или шортсах. Ну, это, да, баянистая история, да, что, типа, он проверил, что препод не знает, как его зовут, какая у него фамилия, и просто, ну, то есть студент задержался со сдачей работы, и препод не хотел принимать у него из вредности. А тот просто в центр стопки закинул свою работу, а так как препод не знал, кто он, кто он, и, соответственно, и не знал, кто он. Хотя можно было повредничать и, типа, сказать так, заново, теперь разбираем свои работы и сдаем снова. Но препод, видимо, не догадался до этого. А там в видосе все ушли, этот счет последний остался. Нет, у меня есть ответ на все случаи. Ну, препод мог пойти дальше, он мог проверить все работы, и потом на паре уже раздавать всем личным руки. Ну, да, 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 тут вообще проблем нету, на самом деле. Ну, что-то препод такой, какой-то, не шарящий. А оказывается, за убийство героя главное здание получает маму. В смысле? Нет. Не, ну, прикольно, что Никитка еще пчелу отправил четвертого героя. В этот момент я к этому пчелу четвертого героя отправил, но, к сожалению, пчел отбивается, блин. Блин, башни так долго делают стулы. Грейды. Я у нас, у нас пчелу просто две ветки. Ну, просто от меня к нему, от него ко мне. Все прекрасно. Ну, мне что-то подсказывает, что Вадим в итоге опять выиграл. Ну, видимо, скилл окажется сильнее. Я сегодня, кстати, впервые играл настольную игру Дюна. Она очень задротская. Самая задротская из всего, во что я играл, скажем так, по времени. Ну, прикольная в целом. Подсказывает, что заиграть. Ну, она с элементами колодостроения, то есть у тебя изначально колода из десяти карт, ты покупаешь карты, их замешиваешь, и на каждый ход берешь пять карт. Ну, то есть, как бы, докупая карты, ты не гарантированно не каждый ход их используешь, а просто обогащаешь, скажем так, ими свою колоду. И куча, куча, куча мер... Ну, у тебя два рабочих, ты можешь третьего, ну, или там два агента, как они называются, ты можешь третьего докупить. И получается, что... Ну... Идешь на какое-нибудь поле, используешь свои карты, ну, прикольно в целом. Там очень... Ну, там, например, 25 полей. Куда-то можно бесплатно пойти, куда-то надо доплатить, чтобы пойти. И чтобы пойти на определенную точку, у тебя в... Ну, каждая карта, в ней много свойств. То есть, используя ее, ты получаешь резы, не используя ее, оставляя до конца хода, ты получаешь, там, другие резы. И карта, к тому же, пропуск для того, чтобы идти на поле. Ну, то есть, короче, прикольно. Каждая карта, это... У нее прям три-четыре свойства. Разных. Мне понравилось. Но очень такая она сложная, задротская, у меня под конец башка взрывалась. Но что мне понравилось? Я играл с двумя людьми, которые сыграли до этого 40 игр, и с одним челом, который 7 игр сыграл. И я занял второе место, при том, что у нас с челом было по 10 очков, а у него была карта, которая при ничьей выигрывает. Ну, то есть... Я прям... Коциально, он в первом месте. Да, да, да. Ну, при том, что там очень много всего, но там просто огромное поле, где-то там метр на, там, 60 сантиметров. Например. И, ну, я просто... Я старался, конечно, все держать в голове, но, типа, просто невозможно физически. Поэтому, ну, иногда я косячил. И забыл одну карту взять, не знаю, с ней бы я... Выиграл бы. Там надо раскрашивать фигурки, как в Архамме. Не-не-не, я такой вообще... Всякие такие супер задротские игры, это не для меня. Ну, блин, мне... Ну, я не раскрашивал, но где мне в детстве прям очень хотелось раскрашивать фигурки. И, знаешь, там по-задротски, типа, поставить эти фигурки на поле, по линейке там их все поставить, такой там считать попадание. Ну, да-да-да, с метром играть. Ну, у меня у друга... Друг в Архаммер играл в детстве. Я на это смотрел и думал, ёп, красоты. Не, вот Дюна для меня... То есть игра на два часа, для меня это максимум. Ну, то есть, вот... Игры больше двух часов я вообще категорически не приветствую, потому что, ну, бесец. Я не знаю, как у других людей, но часто бывает так, что ты понимаешь, ну, просто тени вытащить в этой игре. Ну, все, как бы. Во многих играх такое бывает, что, ну, чуть-чуть, чуть-чуть аналитических способностей, и ты понимаешь, что, ну, нет, не получается. И, ну, типа, если игра на три, на четыре часа, ты, типа, понял это на сороковой минуте, что, ну, типа, вот сейчас не зашло, к сожалению. И такой, ну, здрасте, еще три часа. А я поиграл в игру, мне очень понравилось, Индустрия называется. Я, мне кажется, допытывал тебя, играл ты в неё или нет? Ну, ты скажешь, нет. Наверное, нет. Там прикол в том, что ты... Ну, короче, у тебя есть, можно сказать, конвейер, и есть куча ресурсов. И ты берешь карточки, которые, ну, создают этот конвейер, например, там, типа, взять четыре железа, превратить в два золота. Два золота превратить в четыре... четыре нефти. И, то есть, там, игра поделена на четыре раунда, и в каждом раунде у вас есть аукцион за карточки, которые выпадают. И вам нужно получить оптимальную последовательность действий. Жесть, меня почти убили тут. Если ты не играл, советую поиграть. Очень крутая игра. Да, вам нужны аналитические способности. Ну, тогда я не справлюсь. Блин, PCS, что-то чел с одним Артасом меня почти убил. Я двух героев вызвал... А, нет, у него жук еще. Я просто вызвал двух героев, думал, ну все, под базой, под юнитами, под всем. Он мне просто снес две башни, продамажил бараки. А мы еще залипли сейчас играть в одноразового детектива. Играл мы их? Ну, мне такое не особо что-то нравится. Ну, у меня даже в Питере валяется коробка. Не знаю, почему-то такое не особо. Еще... Данцового, да? Данцового. Оттаразовые детективы. Ну, в целом, точное описание. Блин, надо было второй спелл заюзать и не выпендриваться, блин, не терять две башни. Я 400 лет, блин, делал грейд, и мне сломали башни, я его не сделал. Зашибись. Есть еще квесты, например, мы вот играли. Типа одноразовые тоже. Ну, дети, она что-то отгадает или что? В чем квест? Ну, да, там задание. Ну, это как квест-комната, только на бумаге. Там режешь бумагу, рисуешь, всякое такое. Сейчас, когда чел ко мне придет, получается, я к нему четвертого героя зашлю и надеюсь, что четвертый герой справится. Мы, кстати, купили из фанеры тоже такой квестовый кубик. И там куча-куча заданий, там крутишь, вертишь. Прикольная тема. Ну, что-то у нас ни черта, единственное, получается. Чувствуем себя глупыми. Мы одно задание выполнили. Нам прикольно, там, здесь подкрутил, там посмотрел, какое значение надо выставить, достал, там, часть фанеры, ну, чуть-чуть стену разобрал. И так, там, ну, не знаю, сколько заданий, 10, например. И в результате их ты, ну, его полностью разбираешь. А потом можно положить в центр какой-нибудь подарок и там кому-нибудь подарить, например, уже с подарком внутри. То есть, изначально это просто кубик, а можно, разобрав его, положить туда подарок. Я только что понял, Вадим, потому что ты мне не подарил подарок на день рождения. Так, потому что надо это было праздновать его в Ереване. Я пришел. Мне вообще ни одного подарка за все эти годы не потерял. Так, а ты мне? Я тебе дарил. Когда? А когда у тебя день рождения? Вообще, когда к вам в гости приезжал, я привез лего, между прочим. Я полезный гость. А я, мы когда приехали к вам в гости, тоже в лего привез. Тоже привезли лего, так что мы квиты. Я так говорю про день рождения, а не про 20. Короче, вот. Я требую от тебя подарок за все пять лет, что мы знакомы. Ничего себе. А можно как-то этот задним числом раззнакомиться с тобой? Нет, так не работает. А с каждым пропущенным днем рождения подарок должен быть все лучше и лучше, чтобы покрыть все моральные страдания. А у тебя еще и моральные страдания были, да? Исследование завершено. Какой ты ху-ху-ху. Все пять лет не было, а вы сейчас появились прям с копом. Блин, я даже не знаю. А, ну я сейчас, наверное, блин, у меня самый отстойный герой остался. Да почему-то подлагивает новая версия Сурва, надоело, блин. Надоело. Так. А у тебя герой-то есть, чтобы снизу отбиться? Ну, у меня есть самый бомжатский герой, блин. Ну, сейчас кто-нибудь сдохнет, наверное, у него. Нашу бату напали. Все вскоре. Исследование завершено. Так, ну че, подходи, подходи, че. А, ну нельзя, короче, все отбился. Ага. Блин, я ему, кстати, тоже главное здание нормально продамажил. Ну, самое прикольное, конечно, что... Блин, я сейчас опять направлю всех юнитов на башню, и, возможно, это косяк. Самое прикольное, что он не взял ульту, на самом деле, потому что с ультой он бы мог очень хорошо все сделать для себя. Блин, а у него пуш, походу, взрывается после смерти или что? Слушай, у него сейчас три героя, скорее всего, все направо пойдут. Мне кажется, надо четвертого героя на мид отсылать, и все. Думаешь? Че тут? Ну, ты выиграешь, а ему дефаться нечем. У него все герои сейчас направо пойдут. Я могу отправить двух на мид сейчас. Просто и попробовать так. А четвертым героем отдефаю на базе его героя. Потому что, ну, блин, я отправлю ему четвертого, а он тоже четвертым отобьется. А четвертому лучше отбиваться, получать деньги. Он сейчас четвертый на низ отправит. Ну, а если он на низ его отправит, он тысячу лет будет идти. Через низ? Почему? Ну, у тебя герои быстро прошли. Ты имеешь в виду на мид? Ну, да. Ну, если он отправит на мид, то тогда это, ну, как бы... Не знаю, то есть если бы отправил четвертого на мид, то он бы отправил своего четвертого на мид и под своей базой победил. А так хотя бы я двух героев заслал. Ну, надо было одного героя заслать, что-то я переборщил, может быть. Просто сейчас денег до черта, и по сути, когда я простаивал, я и заюзал, но можно было, возможно, одного героя лучше отправить, не знаю. Ну, просто что-то мне подсказывает, что он что-то вызовет четвертого героя на миде, отобьет, отобьет двух твоих героев и пойдет всеми героями всех сторон. Я вижу, он жука выжил. Он, я не знаю, вообще, не четвертого героя в трассе звал? М-м-м, если это не завершено. Когда? У него ж казак. А, ну, значит, нет. Кто там у меня? Это у тебя казак. Ну, да, значит, нет. Так, ну, я надеюсь, четвертый герой дадут всех отобьет, нет? Ну, по идее, должен. Ну, конечно, к глубокому лейту анти-ульта это хорошо, хотя, с другой стороны, у меня пассивка-то на четвертых юнитов тоже не бесполезная тема. Я знаю, что не хватает в сервере возможность выучить несколько ульт или поменять за задорого в конце. Долго полезно. Ну, возможно. Ну, по идее, что-то игра прям реально долго затягивается. Так, ну что, нормально, мой казак 20-й левел. Вот на самом деле против прокачанных героев отправлять четвертого, это хорошо, потому что он очень много за них левелов получается. Что-то, мне кажется, Никитке не дает покоя и слава Андрея, потому что он молчит, как обычно это делал Андрей. Комментировать я не как Билат и еще кто-то у нас. Я ее так не умею. Не умеешь? Ну, как же так? Надо как корейские старкрафтеры. Типа... И всякое такое. Не, ну что, нормально, я убил ему героя, почти убил. Я не понимаю, почему-то четвертого героя вообще не юзает. Ой, как жахнул! Видели, как у него на меде мой герой сдох? Всю пачку юнитов убил. Красота, только что-то герой твой вообще не ломает ничего. Ну, геройская так плохо идет по бараку. Плюс у него же этот дополнительный жир на бараках, блин. Он тут зарядил. Так, надо, наверное, ему подсказать. Вообще нормально. Серега, мне подсказывал пройти какой-то беспринципный. Офигеть, Серега, от тебя ты не ожидал. Хотя, с другой стороны, если использовать советы человека, который первым вылетел, возможно, ни к чему хорошему это не приведет. Ну, я умер только потому, что... Ты слабый нел. Вадим, тренеры не играют. Мы это обсуждали уже. Сегодня, да, survival, это не футбол. Здесь не надо отдыхалку, там всякое такое. У меня дыхание перехватило, когда барак падал. Блин, вот эта крутилка, конечно, от четвертых юнитов. Это прям прикольно. А, и снизу до сих пор мой герой идет. Прикольно. Ну, сейчас такая ситуация, что я вот с трех сторон пушу бабахнул, товарищ. Все, я делаю последний играет на атаку. 12 играет на атаку четвертого юнита и воздуха. И можно чуть подрейнить ману. Э, что такое? А, ну, не так, да. У него, кстати, ник прикольный. Что-то между маргарином и маргиналом. Или, типа, это Genius. Только через i. Ну, это как iCQ, типа. iCQ. Блин, у меня дрейнет ману, и вышло уведомление на вашу базу напали. Я думал, он ульту саюзал. Блин, у него жирные бараки, проблема в этом. Блин, у меня снесли бараки с пассивками на усиленные стадии из грейдови на кирпичей. Поэтому это вообще какая-то несправедливость. Блин, чел хорошо играет. Смотрите, он потанковал башней, потом забил, ну, типа. Башня живет до сих пор. Так, ну все, я последний грейд заказываю. У меня еще остался грейд на здании пятого левела. Лол, так у меня здания вообще нифига не прокачанные были. А я еще удивлялся, что их так легко сносит. Казак мой до сих пор живет. И, кстати, ну, всего лишь 49 минут. Как-то игра очень быстро разогналась. Из-за того, что, видимо, ну, типа я быстро прокачал бараки. Всем остальным пришлось как-то более-менее... Я не знаю, может мне как-то под пуш... А, но у меня на мид серых героев нет, к сожалению. Я не знаю, могу, конечно, наверх отправить героев. Да ладно, раз я у него на базе, отправлю еще героев наверх. Деньги, черта. Тренер, который бомбит. Ну, блин, он просто игнорирует, ведь понимаю, что прикол. Невозможно, он сам шарит, как играть. Блин, а он жука вызвал, а я героя тоже отправил. Жук-то он, по идее, раньше, по крайней мере, жук был этот... ...пассивочным юнитом и специальным. По славу плети. О, наконец-то, я башню эту черту вы сломал. А подожди, так он вызывал, получается, четвертого героя. Где? У него есть Артас, Сильвана, Жук и Kill2Z. Кто-то из них четвертый. Нифига, у него нет четвертого героя, что ли? Да, походу, нет четвертого героя. О, очередь, герой моего бабахнула. Блин, ну я тут героя, вот мы этот правил. А, лол, Артас ушел. Артас ушел на мид. Но, правда, проблема в том, что у меня на миде нет героя, но у меня четвертый герой откатился. Да, я, кстати, могу Иоанна Барака завалить, если все хорошо пойдет. Кстати, у него еще Магеридон есть. У него героев-то... А, Магеридон-то твой герой. Ну все правильно, у него нет четвертого героя. Забавно, а что? А, ну Жук, может... Ну, раньше Жук был прямым бой. Он кидал яд на Юника? А, ну вот он сейчас тоже кинул яд в целом. Но уже высокий левел. И этот яд почти полностью убивал героя. То есть, ну, даже Жук мог умирать, а потом там через минуту умирает фражеский герой от яда. А что за молнии у него? Сильвана вызывает или что? Не, это ульта, по-моему. Второй скилл, по-моему. Не, второй скилл у него больше. Кильту-Зет. Он вызвал Кильту-Зета и молнии пошли. У него Артас достаточно сильный. Он с Артасом чуть не спушил мне сторону. А, хотя сейчас Артас сдох, да? Тогда не знаю. Не, ну вот эти вот шивары, вот эти четырехрукие там, или сколько руки, ну, какие-то индуйские, видимо, боги, они, конечно, жахуются своим Глэдштормом. Ой, прикольно, если они сейчас на мид уйдут, я ему, наконец, сломаю. Пипец, он в Асаде, последний. Да он всю игру, я всю игру у него на базе живу. Удивительный чувак, конечно, как он живет до сих пор. Отправляй, четвертого героя на мид уже. Давай закончим эту игру. Давай, отправим. Все будет смешно проиграть. Да нет, он, наверное, уже не проиграет. Песец у него это здание, конечно, по ним минус урон, или что? Я реально у него живу на базе, как будто бы. Я готова. Я готова. Правда, я красивая. Правда, я красивая. Так, у них есть еще до нитки, но, видимо, сейчас позу загадывать. Я удивляюсь, что чел так долго держится, я реально его пушу с самых первых минут. Смотри, как жук разваливается от казака. Жупол хп нет. Здесь же, этот, сила очень много дает. Сила дает... А, хотя нет, 5 дамеджа всего. Раньше просто статы давали прям, ну, типа, супер много. 50 дамеджа, например. А, ну, видишь, у меня же все процентные здания захвачены на карте. И поэтому очень много атаки плюсов. А, инфьюжн аура вон какая-то, я не знаю, это уж его, не его. Ну, короче, у него тысяча атаки. Офигеть, Магеридон до сих пор живой. Я его тысячу лет назад отправил, он уже жука завалил. Бах. Жук уже успел сдохнуть на меде. Не, ну, я, конечно, в этой игре жестко качал четвертого героя. Это, ну, конечно, плюс. Во-первых, он у меня достаточно неплохой, судя по всему. Плюс он еще и прокачан. 28-го левела, пипец. Тысяча урона. 41 броня. Он на главное здание перефокусил. Красавчик. А, ну, смотрите, он пытается, пытается затащить. У меня все взорвалось от главного здания. Он сразу же вызвал героя. Надо было, конечно, чуть раньше вызвать героя, чтобы он ловолапнулся. За ползекундочки. В плане стратегии он очень хорошо играет. Он бы никак его и не убил этого четвертого героя, следовательно, он больше ничего не может делать. Ну, да, да. Либо потерять барак, и потом главное, в любом случае, он бы потерял. Ну, либо, опять-таки, все же... Да. Ну, либо все-таки вызвать героя сначала, чтобы левел получить. А он, вроде бы, уже всех вызвал в том моменту. Не-не-не, он, типа, взорвал здание, он вызвал жука после этого. Ага. Ну, правда... Не, ну, хотя не, убийство героя 28-го левела, это круто. Просто инстинктивно ты, когда убиваешь героя, ну, типа, специального, ты ждешь, что с него герои получат больше левела. А я так понял, что он дает опыта, как обычный герой. То есть, ну, в зависимости от своего уровня. Ну, сейчас, получается, на миде я отобьюсь героями просто, а наверх, как откатится, вызову специального героя. Все. Откатился. Я еще заспавниваю юнитов постоянно, и они у меня хоть очень дорогие, но у меня 13 тысяч золота, поэтому мне пофиг в целом. Слушайте, я, наверное, на пофиг вообще трех героев на мид отправлю, просто для того, чтобы форсировать событие. Ну, реально, чувак выживает уже час. Каким-то образом. Не уверен, что у него есть шансы. А прикольно, есть мана трансфер. За 225 маны ты восстанавливаешь ману героя, точнее, врагу, и если юзаешь на главное здание, ты получаешь золото. Забавно. Ну, вовремя ты узнал об особенности. Да нет, я ее до этого уже видел. Так а смысл противнику восстанавливать ману за тысячу золота? Учитывая, что у меня постоянно то 10, то 13 тысяч. Оказывается, у меня один грейд был не сделан. Я бы у него манну подрейнил, так у него ничего нет. О, он вышел. Заберется. Сдался. Ничья получается. Маргиневс, он ушел, не побеждет. Серега испытывал некоторую слабость. Я хочу уже этот финальные очки посмотреть. Ну, видишь, как живется, враг моего врага, мой друг. То есть, я твой враг, получается, да, Серега? Ты меня убил? Убил. Он меня и убил? Нет. Он твой враг, да. Ну, вот, как-то логически этот цепочек складывается. А ты знал, что если Казак, прочитать наоборот будет Казак? А если читать с центра в две стороны, это будет Зак-Зак, как говорит Орг. Гранд. Это, кстати, Палиндром, если что. Минутка образования для Сереги. Я знаю, что ты Палиндром. За кого-то меня принимаешь. За тебя. А ты у него Пуджи, я не понимаю. То есть, у него этот, нету катапульт, у него именно Пуджи. Милишники. Но пассивка-то у него взята на здание. То есть, короче, походу, достаточно сильно суток поменяли. У меня Эйра тоже не было. У меня за него фаер-големы какие-то были. Или стон-голем. Но они вроде назывались фаер-голем, но были каменные. Пиздец, макс. Читайте текст после звездочки внизу. А, меня сносят тут. Будет смешно, если бы чел ливнул, короче, и комп на его месте меня пробил. О, все, табличка, наконец. А, ну реально, получается, я всю игру доминировал. Наверное, у меня первый раз такое, что прям вся игра окейна шла. И у чела пипец, 191 юнита он купил. Конечно, по скидке все дела, но все равно 191 юнит, с ума сойти, конечно. Но я считаю, что он во всем виноват, он тебя раскормил, ты меня убил, я тебя раскормил, потом вот всех остальных ты скушал. Да, может быть. Не, но демоны за счет того, что у них юниты просто сильнее, при одинаковых грейдах, при одинаковых бараках они всех пушат. На изи. Я это преимущество развил, и как только были какие-то сомнения в том, я постоянно сидел под бараками, были все захваченные здания, юнитов ко мне постоянно суммонили меня этим, подкармливали, подкармливали героя в ми, и в сумме, поэтому все окей. Ну и главное, что реально на 14-й минуте все четвертые бараки. У меня иногда бывало, что на 50-й минуте я какой-то барак не догрейживал, а тут прям, ну что, в принципе логично, взял пассивку на четвертых юнитов, делал четвертые бараки. Так, еще конфуций вроде говорил. Ладно, всем пока.